Генеральный директор IT-холдинга ID.ru Антон Горшков заявил, что команда токен-кликера Hamster Combat отказывается делиться с ним прибылью. Бизнесмен уверяет, что является соинвестором проекта. Но судебная претензия, по словам Горшкова, ушла считающемуся сооснователем проекта Эдуарду Гуриновичу. Антон Горшков рассказал, что еще в 2020 году основатель Hamster Combat Эдуард Гуринович обратился к ID.ru с идеей создания портала мобильных игр и киберспорта под названием Аренум. Холдинг, по словам гендиректора, вложил 600 тысяч долларов в обмен на долю в 18,5%. В 2021 году, по словам гендиректора ID.ru, расходы Аренум все еще превышали прибыль, и проект привлек 10 миллионов долларов при поддержке ID.ru. Но команда разработчиков, заверил предприниматель, не стала позже делиться с холдингом доходами. Когда летом 2024 года Hamster Combat стал по-настоящему популярным, Эдуард Гуринович отказался подтвердить связь игры с ID.ru. Гендиректор холдинга утверждает, что игра Hamster Combat создана на ресурсах портала Аренум, и серверы игры Кликера находятся в одном хостинге с компанией. Холдинг же направил досудебную претензию Гуриновичу. Никита Ануфриев, утверждающий, что был директором по маркетингу игры Кликера, сообщил журналистам издания, что вышел из проекта на фоне финансовых разногласий. По словам Ануфриева, он занимался продвижением проекта и помогал заключать партнерские отношения, но не получил свой процент от дохода, акций или долю в токенах. Судя по всему, ситуация внутри и вокруг проекта накаляется. Лидеры мнений, все причастные к проекту, убеждены, что без активной поддержки инфлюенсеров проект не достиг бы такого успеха, а вместо слов благодарности за готовый бизнес и десятки миллионов долларов дохода на рекламных интеграциях, фаундеры решили вернуть ранним инвесторам их инвестиции, что лидеры мнений и любой здравомыслящий человек по отношению к себе считал бы оскорбительным, поэтому пошли в публичную плоскость выражать свое недовольство. Судя по всему, ситуация внутри и вокруг проекта накаляется. Ануфриев пригрозил, что может в ближайшее время рассказать некие подробности своего выхода из проекта, чтобы, по его словам, обезопасить инвесторов и пользователей игры таполки. Разработчики игры Кликера сообщили, что отклонили предложение нескольких венчурных фондов, предлагающих легальные инвестиции. Ранее система интеллектуальной обработки данных и составление прогнозов ChatGPT отметила неточности в публичном документе проекта, обратив внимание, что описание токеномики не включает подробную экономическую модель Hamster.com. Новый стейблкоин Тежер, привязанный к Дирхаму Объединенных Арабских Эмиратов, планируется к запуску в сотрудничестве с зарегистрированным на бирже в Абу-Даби криптовалютным конгломератом Phoenix Group и при поддержке инвестиционной компании Green Acron. По словам участников проекта, стейблкоин, номинированный в Дирхамах АИД, создаст возможность совершать финансовые операции в валюте, отлично от доллара США. Объединенные Арабские Эмираты уверенно становятся экономическим центром планеты, и по мере изменения ситуации в мировой торговле Дирхам может стать одной из предпочтительных валют для проведения трансграничных платежей. Мы видим растущий интерес к хранению Дирхамов за пределами ОАЭ. И считаем, что наши пользователи воспримут стейблкоин, привязанный к АИД, как ценное предложение. Так заявил генеральный директор Тежер. Дата запуска нового продукта Тежер не называется, но генеральный директор сообщил, что переход к реализации проекта произойдет после получения лицензии Центрального банка ОАЭ. Оно должно занять несколько месяцев. В конце первого полугодия Совет директоров Центрального банка Объединенных Арабских Эмиратах утвердил новые правила надзора над оборотом цифровых стабильных монет и принял решение о запрете всех операций на территории Эмирата в стейблкоинах, стоимость которых не привязана к курсу Дирхама ОАЭ. Согласно опросу, проведенному Государственным Всероссийским Центром Изучения Общественного Мнения, большая часть россиян, а это 59%, не проявляет никакого интереса к цифровому рублю. О массовом внедрении цифрового рубля с 2025 года известно 68% опрошенным. 31% респондентов сообщили, что готовы использовать цифровую рубль для оплаты товаров и услуг, а 10% не знают, будут ли вообще в будущем применять этот новый платежный инструмент. Опрошенные в целом россияне считают главными недостатками цифрового рубля вероятность взлома и мошенничества, а также контроль со стороны государства. Только 17% россиян смогли ответить детально о преимуществах актива. Еще 52% затруднили с ответом, а 31% сказали, что преимуществ у цифрового рубля нет. Большую заинтересованность в платежном инструменте проявляет молодежь и активные пользователи интернета. Банк России заявлял, что тестирование третьей формы национальной валюты идет по плану. И уже не менее 20 банков готовят свои системы для подключения к платформе цифрового рубля. Центробанк назвал преимуществами актива – это бесплатные переводы для физлиц, низкие тарифы для бизнеса, простоту и скорость в проведении бюджетных платежей. А ранее председатель Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что спустя какое-то время в России можно будет обменивать биткоины на цифровые рубли. Площадки для обмена криптовалют будут работать в России так же, как сейчас в Белоруссии. Так заявила в разговоре с РБГ криптоэксперт Таисия Романова. Речь в разговоре шла о рекламе услуг обмена криптовалют. Полагаю, мы пойдем по пути Белоруссии с их лицензированными обменниками в рамках парка высоких технологий. А к обменникам из серого поля будут приниматься меры. Белые сервисы первое время будут строго подходить к соблюдению новых правил, стараясь сохранять бизнес. Однако позже участники рынка освоятся и найдут варианты, как обходить жестокие ограничения, формально их не нарушая. Российским пользователям криптоплощадок останется выбирать – баланс белого или серого, смириться или остаться с рисками и неудобствами. Эксперт уверен, что ограничения, в том числе рекламы, пойдут рынку на пользу. Будем честны, большинство из информации подобного рода является недобросовестной. Парк высоких технологий Минска является государственным учреждением, выдающим разрешение на работу любым торговым криптоплощадкам, которые хотят действовать в Беларуси легально. Сейчас, согласно последним данным, таких площадок пять. Для них действует строгая процедура отчетности о финансах и клиентах и требования быть полностью прозрачными для чиновников. 20 августа владелец криптокошелька подписал транзакцию, которая изменила право собственности на 55 миллионов долларов в протоколе децентрализованных финансов DeFi Maker. После обнаружения ошибки криптокит попытался отменить операцию и вернуть средства. Однако попытка не увенчалась успехом, поскольку хозяин фишингового адреса захватил право собственности на стейблкоины и вывел средства через платформы Maker. Впоследствии злоумышленник обменял 27,5 миллионов стейблкоинов DAI на 10 625 эфиров. Представители компании напомнили владельцам цифровых активов о необходимости проверять все реквизиты, прежде чем подтверждать все, что требуют подписи, а также в принципе воздерживаться от подписи. Что вы думаете по поводу последних событий, пишите в комментариях. Будем рады ваши подписки и ваши активности на канале. До встречи в следующем выпуске.